Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю счастья, радости, здоровья, любимые, дорогие! И сегодня... И сегодня начинается масленица, а у нас в Италии карнавал. Это то же самое. Потому что карнавали – это мясо действительно или масло действительно. Это значит, что жирная пища именно в этот период, перед постом. В этом году пост начинается в Италии со святы, уже с этой, а уже в России начинается с понедельника. То есть в Италии ровно 40 дней. Ну и мы идем на карнавал. Конечно, это здорово, это суперпесик. Карнавал обычно нужно веселиться, бросать кориандлы или каппети, потому что раньше богатые люди осыпали в этот период всех жемчугов. Сейчас осыпают комфетти, поэтому беречь же комфетти по колено. Это здорово, потому что если осыпешь комфетти, получается потом удача на полный год. Ну и, конечно, нужно веселиться и танцевать. Это тоже у вас будет удача на весь год. Ну, что все и делают. Это, конечно, карнавал. Я речь же, он заводит. Это очень и очень и очень весело, дорогие мои. Ну, конечно, и мы только веселились от души. Здесь, как вы видите, возле карны этой платформы все танцуют и поют, и что там делают. Я тоже один раз участвовала, но, дорогие мои, вот эти костюмы нужно покупать за свой счет. Я думала, что еще и платить будут наоборот. И когда я работала у бабушки с дедушкой, они сказали, так это хорошо, потому что ты веселишься и ты принимаешь участие в этом карнавале. Поэтому, конечно же, тебе будет хорошая удача и будет запутаться у тебя весь год. Костюмы, конечно, дорогие, но они потом остаются. У меня тогда был самый маленький костюмчик, который заплатил 65 евро. Сейчас, конечно, это костюмы. Эти костюмы от 100 до 150 евро стоят. Но они с удовольствием за это деньги платят. И веселятся. Как вы видите, это очень здорово. Это юно-папула. Красивые куклы. Это такие мои все, конечно, поют. Но и вот эти песни, это в основном песни, которые я делаю в мире. Карнавала в мире. Как вы видите, конечно, это очень здорово. И, конечно, заводит. Даже те, которые сюда приходят грустные через 2 минуты, скажут, что очень важно. Есть платформы, которые, конечно, в политику ударяются, как обычно, в этом году. 2 платформы были, конечно, с войной и против войны. Но я их даже не стала, потому что карнавал, если уже с войной, то, значит, должна быть карта грустная. А если они танцуют и веселятся, то получается, что это не очень совпадает. Поэтому я снимаю только позитивные, красивые платформы, которые приносят действительно сдачу, радость и счастье. Ну, вот такие интересные были. Интересные, интересные, интересные. Конечно, и ничего не все. Пократироваться все люди. Очень. Чем я. Я тоже люблю. Чао, пуля, 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 пуля. Не очень такой задорный. Ну, зато я за двоих. Ну, делюсь с вами, делюсь, конечно, с вами вот этими видами, которые мы тоже ощутили на себе. И ощутили вот эту красоту. Ну, и веселятся все. Дети, взрослые и бабушки с дедушками тоже хорошо наряжаются. И тоже, тоже участвуют в карнавалах. Я встретила такой в шикарных костюмах, которые тоже очень и очень веселые. Ну, как вы видите, в основном все веселые. Здесь вот эти, которые участвуют в карнавале, которые крутят все эти кары. Конечно, это большой труд. Я не раз потанцевала, это было на платформе. Это было уже 18 лет назад. И то ноги уже отваливались после двух часов танца. Сейчас они все танцуют с платформой. Конечно, это очень весело, но это, дорогие мои, это труд. Тем более, что уже пробы, как они говорят, репетиции начинаются с ноября месяца. Это хотя бы раз в неделю или два раза в неделю. Нужно на этой репетиции приходить. Но это тоже весело. Но это немножечко заблудно. Потому что начинаются репетиции в 9, как правило, они начинаются в 10-30. То есть они не фруктуальные итальянцы. Продолжается это все до 12 и пока что-то там. А потом на следующий день нужно на работу идти, рано утром встать. Ну, короче, все это такое, что можно пережить. Потому что потом какие-то униры совместные организовываются. И потом посыграли, что это совместные организовываются. Очень интересно. Это все действительно сплачивает. И дружба такая хорошая. Новая. Новые. 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 Очень сюрприз. Какое задорное. Ну, и конечно, кара-кара очень красивая. Есть кара первой категории, второй категории, третий. Есть такие, как они, гидманские репетиораты. Которые просто изолированные, маленькие классные, которые мы не знаем, либо ножи, либо божи. Дорогие мои, делимся с вами впечатлением. Конечно, карнавал в Венеции это шутер. Я уже говорила, что в Венеции карнавал совсем другой. Там просто заряжаются. Костюмы приходят. Такие немножко грустные, потому что костюмы у них такие дорогие и красивые. Горейджио танцуют все абсолютно. И на кадрах танцуют, и возле них, и пританцовывают все, кто ходит за ними. То есть весь народ участвует в карнавале. Можно пройтись за платформой, перед платформой. Можно танцевать вместе со всеми, дорогие мои. Это очень и очень и очень весело. Ну и, конечно, музыка тоже задорная. Конечно, такие вот танцы, те, которые, вот эта шинография, которая перед карой намного красивее, лучше была. Потому что, конечно, люди стараются. Вот эта пара пожилая, про которую я говорила. Замечательные такие. Ну и, конечно, меня удивляют маленькие детишки, которые вместе с родителями тоже участвуют в карнавале. Тоже они все разнаряженные. Тоже они с удовольствием и в колясочках, и в каких-то вот таких вот рюкзачках, которые на кузике и папы, и мамы носят. Но все равно в Горейджи, как только ты родился, ты уже участвуешь в карнавале. Любой возраст, любой, абсолютно. Когда бы ты как ни родился, там один месяц, два месяца, десять месяцев, один год, все равно наряжают Горейджины и носят всех детей на карнавал вместе с собой. Да, Горейджи – это действительно город карнавала, который не забываем. Очень много народу было. Конечно, съезжаются со всей Италии сюда, потому что действительно здесь Аня Грина. Это значит, радость, которую вам себя желаю и которую вы здесь можете получить. За 22 евро, если вы заплатите, можно ходить здесь 3-4 часа. Горейджи – это действительно, поэтому основным здесь вот перекусом являются панины с поркетте. Это значит, что здесь булочки, да, какая-то там срезья большая, они пищеные, они ее режут на кусочки, да, вставляют это тоже очень-очень-очень вкусно, дорогие мои. Ну и всякие разные сладости, конечно, Гриш, тоже присутки. Есть и пончики, так же, как у нас есть, блины, кстати, тоже есть, крэпсы, здесь они называются, стоит они 451 блин, он такой будет, бутерлый, ну, в основном с бутерлой, с шоколадной пастой. Ну, это, дорогие мои, все это вкусно, все это весело. В этом году все бары практически закрыты, чтобы туда же в туалет не бегали, и очень много стоят в туалетах, такие как на улице, как биотуалеты, поэтому все это идет бесплатно, потому что за билеты уже заплатили. Люди уже приспосабливаются, никто не обращает ни на что внимания, просто веселятся и медом делают. Встретили еще одну, что у подпишек, сего кардоном, который тоже с нами сфотографировалось быстренько. Ну, в общем, так, все это быстро, все это интересно. Мир тесит, как я уже говорила. Поэтому танцуем, танцуем и поем. И поем, подпеваем эти песни, которые карнавали. Мы тоже почти наизусть все знаем, и это тоже именно веселит и душу, и сердце. Песни, например, не так веселят душу, именно на карнавале. Ну, показываю, делюсь с вами вот этими замечательными видами. Это просто суперздорово. И хотя бы один раз, один раз, хотя бы из всех вот этих корзун, нужно обязательно сходить. Получается, что их всегда бывает пять штук. Ну, пятый, это уже в субботу, это уже во время поста. Это практически он не должен быть. Но это будет уже заключительный карнавал. По идее, должен быть заключительный. Это марта де Грасса. Это вторник жирный. Вот это тоже карма. Очень интересная, но это такая прям уж очень-очень-очень, она реалистичная, что все забирают сердца и вот носят с собой. Это такая магия. Ну, и вот что-то такое интересное тоже есть. Но, конечно, сценография очень интересная, но немножко страшновато. Когда там такая музыка, и все протягивают руки и хотят дадать сердца. Но все равно это было очень интересно. И вот это вот, когда они все вот это танцуют, это, конечно, это, ну, завлекает, завлекает и веселится и ликует весь народ. Это вот маски изолаты. Как я говорила, отдельные маски, которые тоже ходят, и либо их носят, либо толкают. В общем, все завораживает. Завораживает, конечно, карнавал. И завораживает, я как говорила, все это, вот эти костюмы, дорогие мои, каждый оплачивает сам. Я думаю, что эти костюмы, конечно, дорогостоящие. 150 евро, может быть, даже и больше они стоят, но все равно с удовольствием все платят и с удовольствием все участвуют в карнавале. Мне, конечно, хватило одного раза, потому что я люблю смотреть все карты, люблю участвовать тоже в карнавале во всех вот этих, просто где хочешь пританцовывать, где хочешь нет. Потому что если, когда ты участвуешь в карнавале, вот как они, ты должен уже прикреплен быть к одной карте. и должен танцевать с одной карой, и остальные практически ты и не видишь. Ну, в общем, один раз я поучаствовала, мне этого хватило, я поняла, какой это труд. Ну, вообще, мне понравилось это тоже. Сейчас, если мы с удовольствием ходим везде, смотрим на все карты и там, где мы хотим, не привязываем на карты. В общем, дорогие мои, мы надежаемся как хотите, просто ноги одените пошли, и мы надеемся надеем майку, признать инзейро, такой сервис, который он гнедит, довольно-таки, в России, его никто не знает, наверное. Ну, не важно. Вот тоже изолированные эти маски. Как я уже говорила, это рыбы там всякие разные, есть какой-то труд их толкать два часа. Но все равно они это делают, и все равно с удовольствием это все толкают. И, конечно, кто-то тоже наслаждаются карнавалом. Хотя, это труд. Это практически труд не только и толкать, но это же надо сделать. Как я уже говорила, это все каста, песто и пакье-машер, дорогие мои. Вся вот эта красота, это делает из-за клея, нет пропитанных клеев. Потом это все покрашено, побелено, так сказать, и так далее. Конечно, как-то сильный дождь идет, хормонал обменяет. Потому что карнаж на их печеньке. Потому что газеты, как бы там, ну, не будет, ну, газеты, бумага, я имею в виду, все вместе. Это все, если очень сильный дождь, оно все течет. Это тоже вот изолированные маски, то есть королева, и вот еще и всякие такие свиты, которые уже... Ну, дорогие мои. Это тоже вот эта карма, она не может быть с войной, и когда открывается лицо этого, но вот это, когда добрый все добивается, там, во-первых, в одном из катошек развечивают поездить в долю. Поэтому здесь тоже типа виноватся в войне. Ну, дорогие мои. Но вот это такое дело. Все равно война присутствует на карнавале. То есть все хотят мира. Мы тоже хотим. Хочется, чтобы после карнавала действительно все было и не было. И как обычно, то, что будем... are поставượt в мед ennen. Сейчас все пряды открытые. Когда мы проходим по морю, море все выбрасывает по морю, но здесь в грязи море хитрое, то, что включило, винируется и все это выбрасывает снова. И мы продолжаем ходить на карнавал, и здесь, как я уже говорил, тоже эти изолированные маски, которые ходят сами по себе, тоже это очень здорово, это тоже получается чуть-чуть. Он ходит тоже со своим маской изолированием, ребята бросают карамели, ну, в общем, все здорово, веселиться и ликует весь народ абсолютно, абсолютно весь. То есть мы взрослые, как я говорила, верьте и с удовольствием, когда я делаю фото или видео, все присоединяются вместе со мной, фотографируются, да, верьте, кого-то просит, с какой-то красивой маской, и я имею в виду уже с костюмом, тоже с удовольствием все споршиваются и никто никогда не отказывается. С удовольствием, все фотографируются и все веселятся. Конечно, как вы заметили, на полу столько конфетти, ну и мы, конечно, все осыпаны полностью конфетти. Один мальчик мне протянул стаканчик, я думал, что он с карамельами в офиском конфетти, и прям мне пристал, хорошо не будет, но все равно полный стакан конфетти мне попал. Так что вот, удача, удача, ждем в этом году, удача, и мы иное, потому что осыпаны были все, абсолютно. В общем, показываю и вот эти маски изолированные, которые девочки танцуют над высотными домами, они легкие. Англия здесь, как я говорила уже, спиролевые тоже присутствуют, есть изолированные маски. Короче, первая категория, вторая категория, третья, социумальные легары, и вот эти изолированные тоже маски, которые тоже присутствуют. Так что много было в этом году, но они и есть. Вот эти тоже изолированные маски, тоже интересные такие, и вот, пасид, зарегиумные. Только следить, и потом еще два часа, и он подпишет, или возить, и подпишет, и возит, там носит. Все равно это все мудренно, но для них это радует эту счастью. Изолированные маски в основном не награждаются. Если только первое, второе, третье, что там после третьих мест, они ничего не будут делать. То есть мои деньги, или кто-то их амбонтирует, делает вот эти всякие карты, делают всякие эти маски. Короче, все на инфиденции. Как я уже говорила, интерновал проходит, и потом, потом уже сентябрь, октябрь, ноябрь месяц уже начинают строить новые карты. И пошла, как говорится, жара по-новому. Почти год, по полгода точно они его строят. Они строят все эти карты, чтобы снова на карнавал уже быть готовы. Как я говорила, уже дети тоже присутствуют. Посмотрите, какие разные. Вместе с родителями в колясочках. И так набежается вот эта маска Бурла Мако. Это как клоун такой. Он это символ Виаренджи. Поэтому, конечно, и песня, соответственно, и карнавал Виаренджи. Вот он, миленький, такой пишет, что карнавал Виаренджи. Да, он весь. Он самый-самый хороший. Он самый-самый-самый веселый. Мне очень здорово то, что я живу в Виаренджи. Мне очень понравился этот спорт, до тех пор, как я только первый раз его увидела. И когда впервые пришла на карнавал, у меня до сих пор появляется время зрения слезы радости. Потому что это очень-очень красиво, это очень зажигательно и очень весело. Конечно, всем советую хотя бы один раз в год. Я никогда не видел. Хотя бы в какой-нибудь зверхе. Вот, как я говорила, это просто марку, то это марку, то это марку или карнавал. Перед Пасхой, когда это было на проходе, нужно закручать эту февраль, потому что всегда зависимости от Пасхи. Вот включается Пасха, включается карнавал. Ну, в основном, это какой-то февраль, начало марта. Важно, что это, что весь февраль был карнавал. Ну, а в субботу уже будет закрытие карнавала, будут распределять премии, кто какое место получил, ну и, конечно, потом праздничный салют. Салют, конечно, всегда очень и очень красивый. Мы, может быть, священцы сходим на салют, если нет, то из окна из нашего тоже он хорошо видит. Ну, в общем, дорогие мои, даже кто уже затанцевался, некоторые просто хотят перекусить, потому что в этих вот палатках все это есть. Можно и портфельты взять, и люстры всякие, и салсичи на гриле. Все это можно, можно купить, здесь перекусить, и бокальчик вина или бокальчик пива выпить. И это еще подзадоривает, подзадоривает всех, но нехороший. Во вторник, это Маркуфтиграсса, будет уже вечерний карнавал. Он начнется в 6 часов вечера, и будут все эти карты с подсветкой, дорогие мои. Конечно, это вообще замечательное зрелище. То есть начнется карнавал, то есть уже солнце будет на закате, и будут все карты с подсветкой. Это супер здорово. Ну, мне и днем нравится, и дневной карнавал, и вечерний карнавал, все это здорово. Ну, и на этой у меня дни, в ноте, вот с этим весельем, я еще раз всем вам желаю здоровья, как и вам, счастья, радости, любви. И в эту массовую неделю есть и длинные, дорогие мои. Будьте добры к самим себе и своим близким. Веселитесь, веселитесь и радуйтесь жизнью, потому что действительно это здорово, когда в Масленице радуешься жизни, а потом весь год тебе можете осыпать у себя конфетти, чтобы тоже у вас так же было удача. И, конечно же, тоже у нас праздник в Масленице во всех городах тоже есть. И я думаю, что обязательно нужно сходить, обязательно нужно повеселиться, повеселиться так, как у нас веселятся на Масленицу. Ну, а мы, в свою очередь, веселимся на карнавале, потому что действительно нужно, нужно, нужно веселиться, нужно радовать себя сами, самим. И, как вы видите, уже у нас на асфальте уже куча-куча конфетти, потому что мешками нужно с собой, мешками на карнавале сыпать. Все хотят, чтобы удача присутствовала в этом году. Ну, и, конечно, группы, группы, которые там сидят, которые веселятся, есть одна типа кара, которая просто от радио, они сделали такой, как бы, как бы робот, и из него льется музыка, и все-все ходят за ним и танцуют. И это тоже супер весело, потому что хочется танцевать. Как я уже говорила, я рисую еще и региональный карнавал, и не исключение, это все, что суббота воскресенье. Ну, в субботу будет этот региональный карнавал на Тарсенах, где тоже все наряжаются, частично, разнообразно. Они едят, как сагра, то едят на улице, и, конечно, на танцуют, но и в компетентах сступают опыт. Это вечером. Начинается он где-то в 8 часов, продолжается до 12, а иногда до часа. Ну, и напоминаю, что карнавал у нас в городе Виарейджо, Дорогие мои, это здорово! Виарейджо и карнавали. Это супер, самый, красивый, самый веселый. Говорил об этом, вот робот, за которым все идут и просто танцуют. Это вообще здорово! И столько много молодежи, которые именно нарядились группами. Групповые такие костюмы. Ну, в общем, все мне понравилось, карнавал. Замечательные, замечательные, веселые. Если убрать вот эти три карны, которые даже снимать не стало, они такие злые, так сказать. Все было весело, все было задорно. Поэтому еще раз желаю вам здоровья, счастья, радости, любви. Ну, и, конечно, вкусно-вкусно, вкусно, блинов, с чем угодно, с икоркой, с мармеладом, со сметанкой, с чем угодно, очень вкусно, очень масляно, чтобы потом весь звук было жирное, насыщенное, веселое, хорошее жизнь. Здоровья, дорогие, хорошие, счастья, радости, любви. Здоровья, дорогие, счастья, радости, любви. Города Фиоренция, где самый-самый красивый, где самый-самый красивый, где самый-самый вкус карнавал. Здоровья, дорогие, 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 счастья, здоровья, мира на земле, мира над головой.